это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня рязань в цифре когда город станет умным гуфи ищет взрывчатку накануне дня героев отечества росгвардейцы показали свою версию dream team душа народа ансамбль русские узоры пристал в обновленном виде в рязани большой слет айти специалистов на всероссийский форум цифровая россия технологии и инвестиции в будущее приехали специалисты из 40 регионов страны говорили о системе умный город автоматическом распознавании лесных пожаров интеллектуальной транспортной среде каждая из этих платформ по словам губернатора павла молкова должна быть не для галочки а приносить реальную помощь федеральный проект цифровой регион стартовал в 2019 году он объединяет все технологичные системы для решения задач городов и сельских населенных пунктов по словам губернатора павла молкова любой цифровой проект должен приносить реальную пользу сейчас в регионе внедряют единую систему которая объединит камеры видеонаблюдения по всей рязанской области причем это связка искусственного интеллекта видеонаблюдения при томе только работа с правоохранительными не только общественной безопасности но это пример еще распознавание лесных пожаров которые тоже прекрасно сейчас а вот это интеллектуальная транспортная система которая очень быстро дает результат могут изменить себя на своем опыте еще целый ряд других перспективных задач все это сейчас уже в работе все прекрасно показывает себя на практике именно реально архитектура цифрового региона охватывает самые разные сферы в такие инициативы активно вовлекают молодежь волонтеры принимают участие во всех проектах нашего региона рассказал министр цифрового развития рязанской области андрей ульянов проект цифровой регион гармонично дополняет другую федеральную инициативу умный город он тоже сейчас реализуется в нашем регионе у нас в этом году в рамках мероприятия нового города прошло большое количество значимых таких встреч где действительно удалось и опыт других регионов узнать и наверное где-то поделиться я надеюсь что в следующем году мы такое же мероприятие обязательно проведем в рязани все в наших руках главная цель всех направлений федерального проекта сделает жизнь людей лучше с помощью современных технологий сегодня на рязанской площадке собрались представители разных проектов из 60 регионов нашей страны на первом съезде координаторы мероприятия обсудили стратегические пути цифровизации социальной сферы экономики кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город в преддверии дня героев отечества школьники из косимова и рязани побывали на экскурсии в учебном центре росгвардии ребятам из образовательных учреждений и подшефного класса провели экскурсию и показали свой вариант так называемой dream team команды мечты сидеть сидеть вот вот стоять лежать ха-ха-ха ха-ха 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 чтобы такая dream team как ее назвали школьники появилась дрессировать служебную собаку нужно не один год кинолог сопровождает свою напарницу практически с рождения вместе с ней гуляет и тренируется так и появляется команда мечты это уже новый технический элемент служебная овчарка по кличке гуфи нашла взрывчатое вещество конечно же условное 29 ноября на учебно-тренировочном полигоне управления росгвардии по рязанской области прошли показательные выступления для учащихся средних образовательных школ и колледжей города касимова приурочено это к важной дате дню героев отечества мы им рассказали об истории этой памятной даты рассказали о героях российской федерации которым это почетное звание было присвоено уже в период проведения специальной военной операции ребята задали вопросы их интересующие на сегодняшний день это очень важно воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма в духе готовности защиты своего отечества задержание преступника на автомобиле штурм высотного здания программа у школьников была насыщенная а для бойцов это очередная тренировка а завершилось мероприятие лекцией школьникам и студентам рассказали об истории празднования дня героев отечества и о самих героях которые были удостоены этого звания как в советском союзе так и в россии движение юных инспекторов исполняется 50 лет его участники дети разных возрастов во дворце молодежи прошел концерт где региональные представители юит показали себя с творческой стороны движение юит существует в нашей стране с 1973 года в него вовлечены школьники в возрасте от 8 до 16 лет участники объединения изучают правила дорожного движения и помогают сотрудникам госавтоинспекции проводить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма сегодня юит празднует юбилей дорогие друзья сегодня мы празднуем 50-летие структуры которая находится на перекрестке деятельности двух важных сфер государственной жизни это образование и госавтоинспекции и трудно сказать чей собственно сегодня праздник больше людей погонах или людей которые работают в школе самое главное что сегодня праздник для тех для кого мы работаем для наших детей участники юит рисуют стен газеты проводят мероприятия в школах и детских садах разрабатывают карты безопасных маршрутов от учебных учреждений и до дома сегодня во дворце молодежи собрались региональные представители творческого объединения со всей рязанской области отряд видна существует с 2010 года ежегодно в наш отряд поступает порядка около 10-12 человек учащихся 3-4 класса и они в принципе провожают свою деятельность вплоть до выпуска из школы соответственно проходя разные направления у нас изначально сама подготовка идет больше нас именно безопасному колесу которые мы участвуем и были неоднократными участниками финала всероссийского конкурса безопасное колесо соблюдение закона и этических норм вот главные постулаты детско-юношеского движения сегодня самых выдающихся школьников наградили за участие в конкурсах безопасная дорога детям и сердце отдаю юит я участвовала в конкурсе по правилам дорожного движения заняла второе место со своей командой нужно было знать медицину отвечать на вопросы по медицине по правилам дорожного движения а также составить безопасный путь от школы до дома юит помогает школьникам не только в изучении безопасного поведения на дорогах но и в профильной ориентации ведь многие из этих юных инспекторов уже решили связать свою жизнь в будущем с госавтоинспекцией Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» Сразу два эпизода нарушения закона выявили прокуроры Ряжского района Реакция не заставила себя ждать Те, кто не хочет соблюдать правила, накажут административно Казалось бы, обычная ситуация Водитель останавливает наряд ГИБДД и, чувствуя запашок, инспекторы предлагают подышать в трубочку На что следует категорический отказ А на это есть специальная статья в уголовном кодексе 264-я, часть 1-я В общем, суд церемониться не стал В июле этого года в городе Ряжске Сотрудники ДПС задержали мужчину У которого обнаруживались признаки опьянения Фигуранту было предложено пройти освидетельствование На состоянии алкогольного опьянения на месте От прохождения которого он отказался При этом ранее мужчина привлекался к административной ответственности За управление транспортным средством в состоянии опьянения С учетом позиции государственного обвинителя Суд приговорил 48-летнего жителя области К наказанию в виде обязательных работ Сроком 200 часов С лишением права заниматься деятельностью Связанной с управлением транспортным средством На срок 2 года Сразу 75 тисков с нарушениями закона В сфере газоснабжения и газификации населения Направили в суд прокуроры области В Риашском районе Лишь вмешательство надзорного ведомства Смогло остановить хитрую попытку Одной из управляющих компаний Взимать плату по договору на техническую диагностику Внутридомового газового оборудования Отдельной строкой Без включения ее в плату За содержание жилого помещения При этом общего собрания собственников Не было проведено В связи с чем решение о проведении диагностирования И платы за указанные работы Также не было принято В связи с указанными обстоятельствами Прокурором района В суд было направлено Постановление о привлечении директора К административной ответственности Хитрый руководитель управляющей компании Судом приговорен к штрафу Чтобы было впредь неповадно Большой концерт ансамбля «Русские узоры» Прошел в новом формате На сцене впервые выступили 20 новых участников В прошлом году «Русские узоры» «Русские узоры» В «Русские узоры» Я думаю, что Даша И так же будет, как и эта Даша Ходить и по 8 и по 10 лет И, наверное, тоже будет певицей Как и Даша Как и все наши дети Которых 100 человек в ансамбле Ансамбль становится для большинства Поступивших в его ряды Настоящей семьей Жизнью Это те дети, в которых воспитывают особое чувство Чувство любви к национальной, народной культуре Ведь песни – это целый пласт той самой культуры Язык, мелодика, душа народа Мне очень понравилось Я хочу сохранить историю и культуру нашего родного края Мне очень нравятся наши поездки, когда мы ездим Это новые эмоции, впечатления Я люблю выступать со своими друзьями Не мудрено, что из года в год ансамбль побеждает в международных конкурсах А в условиях нынешней обстановки в мире и вовсе может считаться оплотом правильного воспитания и любви к родине Буквально недавно мы стали участниками первого международного форума «Россия» Нам было настолько приятно представлять нашу Рязанскую область И параллельно мы участвовали в всемирном конкурсе «Роза ветров» Где стали лауреатами первой премии на номинации «Народное пение» И мы очень гордимся тем, что мы доказали еще раз свой профессионализм и свой высокий уровень На этом у нас все еще больше новостей На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин